Привет, Комсомольск! В эфире программа «Прокино» и ее ведущий Павел Мушта. Мотор! Российский исторический экшен-шпион, который стартует с 5 апреля в киноцентрах «Красный» и «Юсити», снят по роману Бориса Акунина и представляет собой альтернативную версию начала Великой Отечественной войны. Стилистика ленты больше напоминает «Мы из будущего», нежели классические советские военные картины. Создатели решили говорить о войне с молодой аудиторией на ее же языке. Весна 1941 года. Вся махина комиссариата госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента обверовской разведки, жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них – опытный разведчик, другой – мальчишка-боксер. Один – циничный сердцеед, другой впервые влюблен. Один в воплощении чести, другой – преданности. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны. У фильма внушительный бюджет, который позволил привлечь в проект большое количество отечественных кинозвезд. Главные роли исполнили Федор Бондарчук и звезда «Мы из будущего» Данила Козловский. Кроме этих актеров в проекте также заняты Владимир Епифанцев, Виктор Виржбицкий, Алексей Горбунов и красавица Виктория Толстоганова. Ты хочешь покинуть пост ради девчонок? Ну что вы? Уходи. Хочешь чего-нибудь добиться в нашей профессии? Живи уму, сердце – глупый орган. Мне здесь истерики не нужны! А что, война? Да, Дорин, это был полет «Сокола». В 1999 году «Американский пирог» стал без ложной скромности эпохальным фильмом, который реанимировал жанр молодежной комедии. Спустя 10 лет после выхода третьего фильма серии создатели решили собрать вместе снова главных героев навстречу одноклассников, где они поведают, как кто провел эти годы. Что из этого вышло, смотрим с 5 апреля в киноцентрах «Красный и Юсити». Итак, последний раз мы видели Джима и Мишель, когда они поженились. У них, конечно, появился ребенок, и им приходится иметь дело со всеми связанными этими ситуациями. Недостаток интимной близости или, попросту говоря, секса. Стивлер в старших классах достиг наивысшей популярности, когда он закатывал грандиозные вечеринки. Теперь у него временная работа, и его строит парень, над которым в старшей школе он бы просто издевался. Он больше не общается со своими школьными друзьями и, честно говоря, немного одинок. В общем, когда герои собираются снова вместе, как будто и не было этих 10 лет. Шуточки снова те же. Любовные искры вспыхивают снова, но главный отжиг приготовили папа Джима и мама Стивлера. Старая школа тоже вспомнит молодые годы. Джим, Мишель, Стивлер, Оз, Хиза, Кевин, Вики, Пинч, папа Джима. Ты счастливчик, Оз. Эй, может, хватит пялиться? Извини, это не в наших силах. Эй, ты что творишь? Покажите, куда он побежал? Вон туда. Класс! Мы в школе такими же дураками были? Нет, мы вели себя солидно. Что он делает? Он там что? Я им на сайт решила выть пиво! Пап, целых три года прошло. Может, тебе пора уже снова в бой? Накатим? Думаю, не что, Стивен. Я все же... Нет, нет, нет. Пейте, 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 пейте. Черт возьми. Джим, а ты в курсе, что крышка прозрачная? Теперь да. На этом все. Не пропустите нашу программу ровно через неделю. С вами был Павел Мушта. Кино и Комсомольск. В одном сердце. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok